Приветствую всех любителей халявы. Epic Games Store как обычно радует нас новыми раздачами. И в этот раз туда входят сразу три игры. А учитывая, что первая из них это сборник, то в итоге мы получаем целые пять игр. А в этом видео вы узнаете, какие из них стоит скачать, а какие можно обойти мимо. Перед началом обзора прошу поддержать канал подпиской. Так вы не забудете о новой раздаче, а ещё на регулярной основе будете получать контент на игровую тематику. Всем приятного просмотра. Первая игра в списке и самая, как по мне, интересная. И включает в себя сразу три части в одном комплекте. А по жанру она относится к 2D Point and Click квестам. А это значит, что нам придётся много кликать на экран, находя какие-то предметы и решая задачки. Всё в духе старой школы. Сюжет же нам расскажет о Руфусе, главном герое, который одержим мечтой сбежать с родной планеты. Которая по факту является лишь огромной свалкой. И в этом пути мы встречаем множество интересных и универсических персонажей, к которым привыкаешь и они не кажутся картонными. А геймплей, как и говорилось ранее, весь завязан на различных загадках. И они не представляют прям какой-то большой проблемы. Всё довольно легко решается и достаточно просто включить логику. Также в процессе игры мы собираем различные предметы, применяем и комбинируем в винентере. В решении задач нам часто помогают мысли главного героя и диалоги с персонажами. А диалоги тут... Моё почтение! ...прописаны очень замечательно. Часто рассказывают весёлые и интересные истории. И вообще создают замечательную атмосферу. Но с созданием атмосферы также трудится визуальный стиль и звуковое сопровождение. Они выполнены достаточно качественно и оставляют исключительно положительные впечатления. В стиме игра собрала массу хороших отзывов. И очень круто, что сейчас её можно забрать абсолютно бесплатно. В итоге вы получите целые три игры этой серии. А это примерно 40 часов геймплея и комментарии разработчиков. Игры переведены на русский язык. Жалко только, что нету русской озвучки. Хотя если посмотреть на прошлые раздачи, то и русские субтитры это очень даже замечательно. Так что я однозначно рекомендую всем скачать эту игру. Если не пробовали раньше, пришло время её заценить. Она того стоит. Следующая игра в списке. И она немножко похожа по жанру с прошлой игрой. Но всё-таки они довольно разные. Это скорее интерактивная повесть с элементами квеста. И по большей мере это прописанная история, где на первый план выходит сюжет, а не геймплей. А сюжет тут сделан по мотивам книги. И хоть нам не дают выбор в диалогах, сильно повлияет на итоговый результат у нас не получится. Мы начинаем историю в английском графстве Ширинг в 1135 году. А играем мы за Тома, у которого вся семья голодает и уже в шаге от смерти. И первое, что мы сделаем, это подберём котелок, чтобы подогреть воду для супа. И на этом в общем же и завязан весь геймплей. Мы подбираем предметы и взаимодействуем с окружением. Прямо как в нашей прошлой игре. Только комбинировать внутри инвентаря нам ничего не нужно. Ещё небольшой элемент геймплея вставки с QTE. Они немного разбавляют общую однообразность управления. В общем же, игра получилась довольно живой и душевной. Картинка радует глаз, а история довольно трогательная. Ну и о музыке тоже не нужно забывать. Звуковое сопровождение очень приятное и помогает создавать общую атмосферу. Игру рекомендую тем, кто хочет получить интересную историю, чтобы без напряжения поиграть вечерком и насладиться приятной повестью. Кстати, в игре очень качественные русские субтитры. Последняя игра в списке и как по мне менее интересная, чем предшественники. Это такой приключенческий симулятор ходьбы, который делает акцент на визуальное сопровождение. А ходить мы здесь будем лисом, где мы просто будем идти по прямому линейному повествованию и слушать рассказчика на фоне. Но всё не настолько просто. Это как бы сон, где мы проходим от одного воспоминания к другому. Конечно, поначалу это всё кажется даже интересным, но по факту мы получаем довольно кривую игру, где от элементов платформинга иногда просто тошнит. Настолько они плохо сделаны. И хоть игра окажется на видео довольно красивой, она действительно яркая, но в ней очень не хватает детализации и если присмотреться, всё кажется однообразным, как и весь геймплей, если честно. Единственный плюс, если его так можно назвать, конечно, игра очень короткая и есть шанс, что она даже не успеет надоесть. Но это такой себе плюс, и я бы всё-таки советовал обойти игру стороной и не тратить своё время попусту. И всем огромное спасибо за просмотр. Пишите, какая игра со списка вас заинтересовала или в какую вы уже играли раньше. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если вам вдруг понравилось это видео. Будем ждать следующей раздачи. Ну и всем хорошего настроения!